Валерий Седов В Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. В сети появились съемки огня с квадрокоптера. Автор видео рассказал, что кадры сделаны с территории Кудомского лесничества в Спасском районе. Туда огонь с ветром перекинулся со стороны Окского заповедника. На пресс-конференции в Рио губернатора Павел Малков рассказал, что в настоящее время только в Спасском районе горит около 500 гектаров лесного массива. Областной МЧС уже отправила на помощь пожарным Рязанского и Спасского районов аэромобильную группировку из 60 человек и 10 единиц техники. Помогает и Москва. Как сообщает в своем телеграм-канале Сергей Собянин, Первопрестольная направила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники. В том числе три вертолета. Один для авиационной разведки, два для тушения пожаров. Напомним, на дым и гарь с самого утра жаловались в Солочи, Заборье, Ворских, Трибухино, Агропустыне. Шлейф пожаров доходил даже до Рыбного и Рязани. Сейчас жители населенных пунктов стали покидать свои жилища. Очевидцы рассказали, что, цитата, ветер в сторону Диулина, пожар по ветру пролетает расстояние 50-70 метров. Остановить не могут. Конец цитаты. В администрации Спасского района рязанским СМИ заявили, что эвакуации населенных пунктов не проводится. В ГОИЧС уточнили, что пожар сейчас на территории 52-го и 53-го кварталов, около поселков Старый и Новый Кудо. Но там никто не живет. О пожарах в Рязанских лесах в том числе говорил с журналистами и в Рио губернатора Павел Малков. Сегодня ровно 100 дней с его назначения. Как считается, первая отправная точка в карьере любого руководителя региона. О том, что уже сделано и что предстоит Максим Васильев. Первая круглая дата для губернатора всегда знаковая. К этому моменту, как правило, он уже четко представляет себе, где и в чем нужно прибавлять. На встречу с журналистами Павел Малков пришел без галстука, подчеркивая доверительный характер пресс-конференции. Свою первую стодневку он назвал отдельной жизнью, прожитой на больших скоростях, но с ощутимыми результатами. Вот, например, уже удалось сдвинуть с мертвой точки некоторые долгостроя. Реконструкция гимназии номер два, строительство музейного центра, некоторые другие. И вот сейчас работы уже идут полным ходом. Сдвинулся вопрос по строительству военного госпиталя в Рязани, в Дашково-Песочне. Планируется сами работу восстановить уже в следующем году. Дорогами очень серьезно занимаемся. Это вообще проблема номер один в регионе. Вот везде, где я бываю, всегда мне задают этот вопрос. Промышленность, сельское хозяйство и туризм – три китае экономики Рязанской области. Это отрасли передовые. Медицина же – один из главных аутсайдеров. Нет системности развития. Ее создание – одно из главных требований к новому министру здравоохранения, имя которого, кстати, так и не прозвучало. Выстроить стратегию развития всей системы. От профилактики, выявления до лечения, причем лечения как в экстренных случаях, так и в плановом порядке. И до последующей реабилитации. Все это должно быть основано на хорошей медицинской информационной системе, которая у нас, к сожалению, тоже сейчас практически отсутствует, включающей все необходимые компоненты. От маршрутизации пациентов до ведения лабораторий, от отдельных направлений лечения до единой медицинской электронной карты. Понятно, что текущая повестка всегда самая актуальная. Павла Малкова спросили о лесных пожарах в регионе. В Спасском районе объявлен режим ЧС, волнуются люди и в клепиках. Ситуация под контролем, успокоил журналистов и руководитель региона. Сейчас площадь пожара составляет около 500 гектар. По информации МЧС, пожар низовой. Ветра сильного нет, поэтому серьезного распространения вот именно сейчас не происходит. Проводится тушение. Опасности для населенных пунктов на настоящий момент нет. Очень подробно Павел Малков разобрал свою логику принятия кадровых решений. В зависимости от происхождения или предыдущего места работы, по его словам, нет и быть не может. И только здесь он руководствуется собственной точкой зрения. В львиной доле остальных вопросов Павел Малков опору делает на мнение общественности. В том числе по резонансной стройке песчаного карьера в Заокском. Если они говорят, что карьеру там не бывать, значит так и будет. Если жители говорят, что пусть будет карьер, потому что это дополнительные рабочие места, плюс инвестор берет на себя определенную социальную нагрузку и реализует некоторые проекты в Заокском, тогда да. Еще одна резонансная тема – ремонт Солочинского моста получит продолжение следующей весной. В этом году власти обещают закончить тяжбы с подрядчиками и уже примерно в мае приступить к косметическому исправлению полотна. Звучали и вопросы личного характера. Например, рубашки Павел Малков стирает и гладит в химчистке, семью пока не перевез. Бешеный рабочий рейтинг не позволяет. Есть в Рязани кладбище автомобильные, тепловозные, сторожилы наверняка вспомнят и про свалку кораблей. И вот в этот ряд добавилось еще и кладбище автобусное. Находится оно на северо-западе Рязани, на территории бывшего комбайнового завода. Вряд ли эти места когда-то попадут в туристические маршруты. Разве что у диггеров. Вот с ними мы и пообщались. Фотографии эти сделаны не на свалке брошенной техники в Припяти. Это кладбище местное, Рязанское. А корпуса автобусов столичные. Лежат они здесь, говорят диггеры, минимум 10 лет. Денис Мурушкин, рязанский диггер, автор ютуб-канала History TV, изучил историю вопроса перед тем, как сделать вылазку. Мол, в 2011 году корпуса перевезли в Рязань из столичного Тушино. В 2019 год мы лазили туда. Там мы обнаружили большое количество корпусов от ангаров, больших железных. То есть их, видать, тоже привезли, поставили. Хотели, видать, обшивать их листом, чтобы были большие ангары для линии сборки троллейбусов и автобусов. Но эти корпуса стоят, и уже внутри этих корпусов, железных длинных ангаров, стоит часть троллейбусов, часть автобусов. На одной линии стоят автобусы, на второй линии стоят троллейбусы. И часть кузовов, в основном это хвосты, хвосты автобусов у этих кормошек. Они находятся на улице, через них уже прорастают ветки деревьев. Денис Мурушкин рассказал, что на территории комбайнового завода производство работали еще с 1905 года. Во времена Великой Отечественной там производили оружие и снаряды. В 1964-м уборочную технику. Называлась она «Дружба». Но «Дружба» скоро закончилась. Цеха завода стали сдавать в аренду. Так и появились здесь остовы автобусов с Тушинской стоянки. И карусы, и лиазы, пазы и другие. Планировали дособирать. Не получилось. Если говорить со стороны любителя интересных таких вылазок, так назовусь, то это напрямую связано с андеграундом. Это море интересных фотографий. Это интересные, необычные, креативные виды, которые можно наблюдать, образы. Если говорить над глазами простого рядового жителя города, кем я и являюсь, то это, конечно, удручающая картина. Потому что транспорта общественного в Рязани не хватает. Об этом знают все, да и не только в Рязани. И такое большое количество техники стоит и доживает свой век. Недоделанной техники, к сожалению. Это, конечно, очень удручающая картина. На само кладбище автобусов у нашей съемочной группы попасть не получилось. Территория там частная. Да и руководители смежных цехов упомянули, что остовы автобусов убрали еще год назад. Остается только поверить на слово. Иначе история вновь пойдет по кругу. Как было с кладбищем покинутых кораблей на ремонтном узле. Где тоже десятки транспортных средств ржавели, грустно доживая свой век. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. С 20 августа на территории Рязанской области открывается сезон осенней охоты. Сотрудники регионального управления Росгвардии напомнили правила охоты и предостерегли от необдуманных поступков. Добрый день. Управление Росгвардии Рязанской области. Сезон разрешительный отдел. Охотиться на охотников сотрудники управления Росгвардии вышли по своему сезонному графику. А вообще их несколько. Охота весенняя, летняя, осенняя и зимняя. Проверяют билеты, соблюдение правил транспортировки оружия. Нарушения редко, но бывают. Сейчас, правда, все в порядке. Все нормально, данные соответствуют. Модель номер соответствует указанным в разрешении. Обычно нарушений с десяток. Новый охотничий сезон еще не стартовал. Однако статистику за прежней уже, что называется, подбили. Штрафы сказочные, да и цифра вполне богатырская. Нарушителей ровно 33. В основном у этих лесных витязей одна статья. Нарушения правил охоты. А еще не раз и не два стрелки нарушали правила перевозки, хранения и ношения оружия. Статья 20.8 КОАП РФ. Запрещается перевозить оружие в расчехленном состоянии, снаряженном, либо совместно с патронами. Также запрещается ходиться в охотничьих угодьях с оружием в состоянии опьянения. Кроме того, запрещается оставлять оружие без присмотров, либо передавать его третьим лицам. Также запрещается производить выстрелы поблизи населенных пунктов на расстоянии менее чем 200 метров от ближайшего населенного пункта. В прошлом сезоне у троих оружие изъяли. В этом такую меру, вероятно, тоже применят. Чтобы не повторить судьбу неудачников, по словам полицейских, достаточно держать при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретный охотхозяйство. Правила не меняются, и опытным следопытам хорошо известны. Достаточно просто их повторить перед выездом. На всякий случай. Сегодня в Рязани на традиционном для августа областном педагогическом форуме подвели итоги предыдущего учебного года и наметили основные направления развития системы образования в новом. В этот раз хедлайнером форума стал в Рео губернатора Рязанской области Павел Малков. Ежегодный педагогический форум образования традиционно проводят в середине августа в преддверии нового учебного года. Работники образования собираются, чтобы совместно наметить цели на будущий год. Открылся форум образования 2022 пленарным заседанием «Единое образовательное пространство региона. Настоящее и будущее». В своем обращении Павел Малков рассказал о том, что конкретно делает региональная власть для улучшения условий педагогов и повышения престижа профессии. Например, разработан закон, предусматривающий предоставление молодым учителям земельных участков для строительства дома и ведения подсобного хозяйства. Сейчас этот закон рассматривает облдума. В сельские школы в этом году сейчас уже придет работать 26 специалистов. И вот эту вот работу по привлечению кадров необходимо и дальше усиливать. Выпускники соответствующих вузов должны уже сейчас знать о том, какие стимулирующие меры действуют, как они могут воспользоваться. И самые главные меры этих должно становиться больше. Над этим мы сейчас работаем. Тематические секции, дискуссионные площадки, пленарные заседания. С 22 по 28 августа пленарные заседания пройдут для 16 с лишним тысяч педагогов. Они будут посвящены актуальным вопросам развития системы образования, в том числе организации воспитательной работы, обновлению в ГОС, проекту «Школы Минпросвещения России», а также внедрению государственной информационной системы «Моя школа». Чем больше таких площадок будет взаимодействия разных, это форумы, конференции, это вебинары, тем больше мы будем иметь возможности развиваться и в профессиональном плане, и в личностном плане. Форум августовский стал такой визитной карточкой нашего региона, потому что в нем принимает участие огромное количество людей. На протяжении нескольких дней они, педагоги, показывают лучшие наработки, практики. В рамках заседания педагогам региона вручили награды, поздравили их с приближением Дня знаний и нового учебного года, до начала которого осталось две недели. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И о погоде. Жаркий август на радость тем, кто не успел заметить, как пронеслись первые два месяца долгожданного лета. Еще можно успеть искупаться, позагорать, не покидая родной регион, полюбоваться звездопадами, теплыми августовскими ночами и посмотреть на летающие аэростаты. Ведь фестиваль «Неба России» стартует уже сегодня. Пока дневная температура воздуха в регионе поднимается выше 30-ти градусной отметки, ночью стабильные 16-18 градусов. По условиям погодная ситуация скорее напоминает разгар июля. Если бы не пожухлая трава, желтеющие на деревьях от засухи листья и сосревающие в садах яблоки и сливы, можно было бы ощутить себя в самом центре лета. Первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой. В середину месяца переняла эстафету и остается знойной. Осадка в ближайшую неделю не ожидается. Что благоприятно для грядущего фестиваля «Неба России», который от погодных условий зависит в буквальном смысле. Согласно долгосрочным прогнозам, в третьей десятидневке августа показания термометров и данные осадкометров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков. При этом эксперты не исключают, что среднемесячная температура в Центральной России и в Рязанской области, в частности, будет чуть выше нормы в конце августа. По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20%. К осенней погоде переход будет осуществляться очень плавно. Кроме того, в Центральной России прогнозируют длинное бабье лето. У нас не будет стремительного наступления осени. В данных на осенние месяцы виден достаточно комфортный и плавный переход от одного климатического сезона к другому. В этой связи остается радоваться грядущей хорошей погоде. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова